Всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать о новинке, которая мне очень понравилась. Даже я бы сказал, очень сильно понравилась, потому что слабые места у других брендов, да и у самой Joy, были в подобных колясках. И они здесь просто, я не знаю, такую работу провели большую. И сделали практически идеальную колясочку. Ну, конечно, у всех колясочек есть минуса. Вот, это не исключение, но она близко к эталону, которая закроет 95% всего, что вам только нужно. Парсель. Интересное название. В двух словах технические характеристики я вам назову. Вот точные размеры в сложном, разложенном виде, все будет по ссылке в описании. Что важно, вес у нее 6,9 кг. Она легкая колясочка, выдерживает ребеночка в 22 кг. Матойс до 4-5 лет приблизительно можно ее эксплуатировать. Что у нас в комплектации? У нас будет дождевик и транспортировочная сумка. Она, кстати, одной рукой складывается. Очень интересная колясочка. Есть возможность у нее также установки автолюльки на нее. И люльки, ну, люлька для новорожденного, тоже может сюда устанавливаться, друзья. Такая моя шпаргалочка. Вот. Ну, естественно, сегодня мы будем рассматривать ее без люлик, а просто как прогулочка. Вот в таком виде я лично рекомендую использовать такие коляски не раньше, чем с полугода. Потому что до полугода ребенок желательно в люлечке против хода, смотря на родителей, должен ездить. Вот. И начнем сверху вниз изучать. Здесь у нас высота ручки. Опять же, вы по ссылке в описании можете проверить точное расстояние от пола до ручки. У меня 186 рост. И вы видите, насколько мне эта ручка подходит. Мне почти всегда все ручки подходят. Руки длинные, мне норм. Поэтому проецируйте на себя. Обита ручка. Сразу хочу сказать, очень качественной эко-кожей. Прям вот хорошей, качественной эко-кожей. С идеальной прострочкой. В общем, хват приятный. Она такая толстая. И держишь, прям чувствуешь хорошую, качественную вещь. Ручка не имеет регулировки ни в каком варианте. Ни вверх, ни по наклону, ни телескопически, никак. Что касается козырька. Считаю, я лично, козырек здесь более чем достаточный. В таких компактных колясках не бывает козырьков до ног. Но он достаточно большой для такой колясочки. Также у нас есть здесь смотровое окошечко. Все, естественно, все нормально. Что мне нравится? Хорошо и мягко, тихо регулируется у нас козырек. Легким движением, вообще не напрягаясь. Что еще важно по поводу сидения. Хочу сразу заметить. Вы видите, какой угол. Здесь практически капитанская посадка, что большая редкость в подобного рода колясках. Почти везде спинка достаточно сильно завалена назад. И многим родителям это не нравится. Здесь вообще нет такой проблемы. Здесь жесткая, высокая, очень высокая спинка. С нормальным матрасиком внутри. Она мягенькая. Пятиточечные ремни с мягкими накладками. Естественно, и на паховой зоне, и на плечевой. Также у нас бампер. Где же его кнопочка? Сейчас, секунду, найду. Вот. Бампер у нас откидывается, видите, и в сторонку, и вниз еще тоже опускается, чтобы легко было посадить ребеночка. Обит он также таким же материалом, такой же эко-кожей, как и сама ручка коляски. Вот. Подножечко у нас регулируется, естественно, само собой. Единственное, что бы я сделал, все-таки какой-то каркас в подножке, потому что здесь от борта к борту просто сильно натянута ткань. Я бы туда какую-нибудь пластину добавил. Ну, в угоду облегчения коляски таким путем часто идут. Это ничего страшного, это никак не влияет ни на что практически. Есть хорошая ступенька, широкая для того, чтобы ребенок нормально мог залезть. В общем, все хорошо. Что еще хочу сразу заметить. Регулируется спинка здесь не ремешком, не тросиком, а именно вот так вот ступенчато. Мы просто ее поднимаем и вот так вот опускаем. Классно. Как по мне, очень классно. Также у нас есть возможность здесь откинуть, чтобы проветрить. И, собственно, смотрим на горизонтальное положение. Вполне себе достаточно, чтобы ребенок комфортно мог долго спать. Вот так вот накрыли. Все, пожалуйста, красота. Так, друзья, давайте теперь посмотрим на ее основание. Что она из себя представляет снизу. Собственно, что у нас в основании. Реально, очень круто, когда вот так регулируется. Смотрите. Все. И почти капитанская посадка. Ну, реально, очень-очень мне нравится такая система. Так, багажник, друзья. Здесь очень хороший багажник. Он, видите, с очень высокими бортами. То есть, сколько вы сюда не напихаете, отсюда ничего не будет вываливаться. И сзади высокий борт. И со всех сторон у нас закрыто. Также у нас есть доступ и спереди. Видите? Можно и спереди попасть. Можно вот так вот. Кстати, забыл совсем сказать вам про эту опцию. Когда маленького кладете, чтобы у вас был бортик. Тоже далеко не во всех колясках такая опция есть. В общем, в багажник вы можете попасть с двух сторон. Так, что касается амортизации, друзья. Очень мягкие колеса. Очень мягкая амортизация, имею в виду. И спереди, и сзади на всех четырех колесах. Прям топчик. Что с тормозом? Нажимаем. Остановили. Все хорошо. И нажимаем еще один раз сверху. Не портим обувь. Все делаем подошвой. Все с тормоза освободили. Это тоже редкость вообще в подобного рода колясках. Я не знаю, вот в этой коляске какое-то сейчас слабое место назвать. Не могу. Можно сделать два в одном. Можно сделать три в одном эту колясочку. Прям топчик. Особенно для теплых регионов. Прям красота. Если ребенок в лето попадает, тоже очень здорово. Так, а сейчас давайте посмотрим, как она складывается, друзья. Так, что касается того, как она складывается. Можно, как в рекламе, взять, нажать, бросить это все. И вот она так сложится. Но, к сожалению, она под своим весом по-любому будет падать. Поэтому, когда складываете, просто придержите ее, чтобы она не пачкалась от земли. Вот. Если колеса передние зафиксировать, можно, в принципе, ее и поставить. Вот такая вот она в сложенном виде. Очень компактная. 6,9 килограмм. Это она еще и очень легкая. И, кстати, что касается сборки. Очень-очень мне понравилась сборка. Прям подгонка деталей. Прям топчик. Я вот всегда говорю про крутую сборку компании Easy Walker. В этой модельке абсолютно она не выступает. Им мне очень нравится. Чтобы разложить, нажимаем снова на эти две кнопочки. Таким движением. И все. Собственно, можно ехать. Так. По материалам. Не помню. Вначале говорил, не говорил. Это Flex Signature серия. Это серия, в которой используются всегда очень качественные и дорогие, приятные материалы. Гипоаллергенные, с водооталкивающей пропиткой. В общем, к материалам здесь у вас вопросов будет ноль. Абсолютно хороший премиальный уровень. Вот, собственно, и все, друзья. Что я хотел вам рассказать. Мне колясочка понравилась очень. И на текущий момент, если бы я выбирал колясочку, в свое время я в Easy Walker всегда катал детей. А сейчас бы я, на самом деле, призадумался. Может быть, вполне себе, вероятно, я бы выбрал именно эту модельку. Потому что я не знаю, к чему здесь придраться. В принципе, все очень хорошо. Она очень приятно, дорого едет. И, учитывая эту классную сборку, у нее еще и вдобавок хорошая цена. В общем, друзья, вопросы остались. Пишите в комментарии. Обязательно на них отвечу. Ссылки будут внизу в описании под этим роликом на сайт FirstBag. И удачи вам на дорогах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok